Добрый день! В эфире очередной выпуск итогов недели. И в студии снова я, Стэлла Мегарабекян, и мой коллега Аршалуйс Магдасян. Приветствую, Аршалуйс! Приветствую, Стэлла! Давай начнем с тем, которые стали топовыми последние две недели. Встречи, которые... две встречи. Одна в Сочи, которая пройдет завтра, между Владимиром Путиным, Николом Пашиняном, Ильхамом и Алиевым. И встреча в Брюсселе при посредничестве Шарля Мишеля, уже тоже трехсторонний формат, но европейский. В ходе своей пресс-конференции Никол Пашинян на днях отчасти ответил на вопрос, почему не произошла встреча 9 ноября. Как, по-твоему, что изменилось за этот срок, что все-таки встреча пройдет и будет она завтра? Так как мы не сидим под столом у Николы Пашиняна, можно сделать выводы из хронологии событий, которые происходили. То есть сначала было анонсировано Кремлем, что 9 или 10 ноября должно происходить видеоконференция. Кстати, это не было встречей в очном формате. Да, конференция, видеоконференция. В Москве, да, видеоконференция между лидерами трех стран. Но тогда армянская сторона заявила, что такой договоренности нет. И после этого представитель Кремля Песков опроверг, что встреча будет в ближайшие дни. Это сообщение. Затем произошли известные события, которые многие называют шестичасовой войной на границе Сюника между Арменией и Азербайджаном. И тогда были жертвы с обеих сторон. И у нас по различным данным есть также раненые и новые пленные. По данным Николая Пашнина, который он озвучил во время вот этой пресс-конференции большой, он сказал, если я не ошибаюсь, больше 30 человек, больше 30 военнослужащих попали в плен. И после этого было анонсировано опять-таки о том, то есть до этого было анонсировано о том, что встреча пройдет все-таки в Брюсселе. Многие это истолковали как вывод процесса из-под российского мандата. Что вот европейская сторона или Запад активизируется, что вот в Армении и Азербайджане есть определенное стремление там расширить площадку разговора, диалоги и так далее. Но все-таки до этой встречи, как и многие позапрогнозировали, все-таки было сообщение о том, что встреча также трехсторонном формате пройдет в Сочи. И судя по заявлениям, что будет обсуждаться в Сочи, и судя по активному посредничеству за дни до этого вот события, оверчука, визита оверчука в Баку, в Ереван и так далее, мы можем судить о следующем, что в Сочи будут обсуждаться все вопросы, касающиеся вот армян-азербайджанского урегулирования на Горно-Карпасского конфликта, в том числе. Делимитация и демаркация. Особенно делимитация и демаркация, и особенно разблокировка транспортных коммуникаций, которые исходят из трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января текущего года. 9 ноября прошлого года. И если что-то и будет подписано на этой встрече, это будет, скорее всего, ни к чему юридически, так скажем, не обязывающее заявление, потому что другие договора, документы и так далее, они подразумевают внутренние государственные процедуры, и их согласование требует времени. Есть такая практика, уже две заявления они приняли и выполняются, частично или полностью, и сейчас могут принять заявление, что стороны, например, готовы начать процесс делимитации и демаркации. Я бы хотела тут подчеркнуть, то есть озвучить официальную позицию Еревана, в частности, то, о чем заявляет Никол Пашинян, что процесс предусматривает демаркацию, делимитацию, разблокировку транспортных путей, но это все никак не связано с вопросом Нагорного Карабаха, статусом Нагорного Карабаха. То есть это абсолютно разные темы, разные вопросы, и если даже будет что-либо подписано, это еще не значит отказ от Карабаха, или решение этого вопроса окончательного. Как, по-твоему, насколько удастся сделать эти разделительные линии, насколько сегодня наша позиция сильна, чтобы отстаивать данную политику? Вы знаете, это действительно точка зрения Армении, чтобы разделить эти процессы, что вот делимитация и демаркация, это касается границ двух стран, территорий, а Нагорного Карабаха вопрос или Нагорного Карабаха вопрос, проблема это не проблема территории, это не территориальный вопрос, это проблема права народа на самоопределении, не проблема безопасности или проблема безопасного проживания там людей, армян, которые, в общем, из покоев веков там жили, и это проблема их права. Поэтому Армения хочет разделить эти два процесса. Удастся или нет? Армения, конечно же, будет настаиваться на том, чтобы вот эти вопросы шли параллельно. С одной стороны, делимитация и демаркация, с другой стороны, карабахская проблема, которая будет, с точки зрения армии, будет обсуждаться в рамках минской группы ОБСЕ. Азербайджан будет настаиваться наоборот, чтобы в рамках этого процесса стороны признали территориальную целостность двух стран, границы, и закрыли этот вопрос навсегда. Сейчас вопрос в позиции третьей стороны России. Что думает Россия по этому поводу? Я думаю, здесь несколько соответствуют или в некотором плане созвучны позиции Армении и России, потому что закрытие карабахского вопроса чисто геополитически и в региональном контексте для России невыгодно. Но выгодно заморозить хотя бы сегодня и оставить на будущем. И это выгодно в том числе Армении, потому что сегодня решить эту проблему не удастся, это все понимают. Но хотя бы продолжить разговор об этой проблеме, это означает, что есть повод оставаться на этом участке границы в качестве миротворца. Закрытие вопроса, это уже значит выход оттуда арцахцев всех и выход также на российских миротворцев. Хорошо, сначала пройдет встреча в Сочи, далее пройдет уже встреча в Брюсселе. Или как, по-твоему, в каком русле пройдут переговоры в Брюсселе? Будет ли совсем другого качества или совсем другого контента переговоры? Или закрепятся те результаты, которые будут достигнуты в Сочи? Знаете, Брюссель всегда, или Европа, всегда интересный формат. То есть интересная площадка, скорее всего, это, у нее есть наработанные там механизмы по работе в плане мягкой силы и так далее. И есть определенный авторитет, все-таки Европейский Союз, который помогает в том числе Армении, предоставляет определенные деньги Азербайджану, является рынком сбыта азербайджанских энергоносителей и так далее. В этом плане, конечно же, у Европы есть определенные, так скажем, инструменты влияния. Но инструменты решительного влияния у Европейского Союза нет. Это больше имиди, вы так скажете, вопрос. Это больше такой вопрос. Шарль Мишель, который является, наверное, для Европейского Союза неплохим политиком, приехал сюда. Он тогда, когда приехал и анонсировал о помощи Европейского Союза трех странам Южного Кавказа в рамках Восточного партнерства, он сказал, что это значит перезапуск вот этого формата и процесса Восточного партнерства. Это значит активизация Европейского Союза. И это значит, что Европейский Союз будет делать что-то также касательно региональных проблем. Он предложил встречу, ни к чему не обязывающую. Он сказал, давайте продолжить свой диалог. Я так воспринимаю это. И отчего бы нет. Давайте. То есть Никол Пашинян и Хамалеев, так скажем, в качестве данного уважения Европейскому Союзу сделали это. Я думаю, это хорошая площадка для диалога. Все-таки диалог лучше, чем перестрелки и война. Но сказать, что там будет решаться что-то кардинально, нет. И поговорим на еще одну тему, которая, я думаю, так взбудоражила армянская и российская части экспертное сообщество. Это обращение Армении к России за помощью после обострения в Сюнике. Прозвучали очень разные мнения о том, и из Еревана, и из Москвы. Обращалась ли Армения, не обращалась. Обращалась письменно, устно. По-моему, сегодня во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова как-то обтекаемо ответила на этот вопрос. Как, по-твоему, что на самом деле происходит? Ждет ли Россия каких-то официальных процедур для запуска? Или все-таки процесс идет, но это незримый процесс? Россия больше всего хочет избежать какого-то начала официального процесса по этим вопросам. Почему? Потому что Россия сейчас в регионе больше себя позиционирует в качестве посредника. Они не действуют как... Односторонне. В одностороннем плане, как, так скажем, окончательный, так скажем, союзник Армении, который выступает за интересы Армении. Да, она союзник Армении. Да, есть определенные обязательства и так далее. Россия действует в рамках этих обязательств как может. Как может и как хочет, исходя из своих интересов. Но делать окончательный выбор между Азербайджаном и Арменией Россия не будет. Как это сделала в свое время Турция и действует в этой логике. Даже имея правовую базу, имея договор. Да, потому что интересы и геополитические соображения выше всего этого. Почему? Потому что для России важен весь регион, а не отдельно взятая Армения в этом регионе. Поэтому она пытается действовать таким образом, чтобы использовать, иметь инструменты влияния также на Азербайджан. Турция же таким образом не действует. Она как региональный терминатор. Она берет какое-то одно направление и бьет по этому направлению. Как это было во время войны. Мы это выделили. Но Турция же не имеет рычагов давления на Армению. Турция же не может выступать в качестве посредника. Армения окончательно. Как бы для Армении этот вопрос закрыт. Поэтому Россия не хочет превратиться в вторую Турцию в регионе. И еще один вопрос, который стоит обсудить, это обращение Армении к России с просьбой взять посредническую роль в урегулировании армяно-турецких отношений. Интересно, что об этом прозвучало заявление из Еревана на днях, на прошлой неделе, если я не ошибаюсь. И сегодня Мария Захарова в ходе брифинга подтвердила, что еще раз подтвердила, надо отметить, что это не первый раз, что Москва подтверждает свою готовность взять эту роль. Интересно, что летом об этом больше звучали заявления из Тбилиси о готовности взять посредническую роль. Что ты думаешь об этом процессе? Ну, это достаточно логичный процесс. Почему? Потому что стало понятно, что посредством Тбилиси этот вопрос не решить с учетом вообще масштаба интересов Турции в регионе и вообще масштаба интересов игроков в регионе. Потому что без участия России такие вопросы вряд ли будут решены. С другой стороны, у России есть определенные инструменты влияния или каналы работы, более эффективной работы с Турцией. Тем более, что не было обращения к Западу, потому что есть негативный опыт 2009 года, когда это просто провалился, этот процесс провалился. Футбольная дипломатия и так далее, там подобное, все об этом знают. Сейчас есть обращение к Москве, и мы посмотрим, какую посредническую роль Москва будет играть. Но здесь важно отметить, что в Ереване в самой, в армянском политикуме или в общем экспертном поле есть два мнения по этому поводу. С одной стороны, что это не получится все равно, потому что у Турции есть предусловия, и эти предусловия сохраняются относительно карабахского вопроса. Кстати, и коридора об этом заявила Эртаганна. Да, относительно карабахского вопроса, потом сворачивание процесса международного признания геноцида армян, и еще прибавилось вот этот коридор, которого до этого не было. Не было, да. Официально хотя бы, то есть публично об этом не заявляла Турция. То есть не только есть предусловия, но их стало больше. Другая часть экспертного сообщества отмечает, что все-таки это может иметь успех. Почему? Потому что Армения уже выполнила многие из этих предусловий. Первое, это, можно сказать, карабахский вопрос с точки зрения Азербайджана решен. Они об этом заявляют. И после войны тот статус, который был по Карабаху, его нет, он разрушился. То есть, в принципе, это уже Турции не мешает. В принципе, Турция не может сослаться на то, что там азербайджанские братья и так далее, и тому подобное. Есть вопрос, который нужно решать, потому что сам Баку заявляет, что вопрос решен. И другая часть Карабаха под контролем или под зонтиком России находится. Что касается геноцида армян, признания международного признания геноцида армян, то здесь отмечается, что после прихода к власти Николая Пашиняна внешнеполитический вектор в этом направлении достаточно ослаб. Во всяком случае, очень часто заявляется о том, что это не приоритет внешнеполитики, не нового истеблишмента. И что все, что делают в этом направлении, делают армянские теоспоральные структуры за рубежом. Независимо от Армении. И что касается третьего, предусловия касательно коридора, то здесь тоже есть определенное мнение. Все-таки, если будет подписан какой-то документ по этому вопросу, что под разблокировки транспортных коммуникаций, можно сказать, и этот вопрос выходит за пределы предусловия Турции. То есть этот вопрос тоже снимается. И стоит ли это все рассматривать в формате 3 плюс 3? Или все-таки это разные форматы? Честно говоря, сейчас в регионе очень много таких рыхлых форматов. 3 плюс 3, там тройка и так далее, там подобное. Но этот вопрос будет решаться так, как возможно будет этот вопрос решить. То есть если нужно будет, будет обращение к Тбилиси по каким-то вопросам. Если нужно будет, будет обращение к Москве. В основном, конечно, через московские каналы будет решаться этот вопрос. Опять, потому что, ну, уже выше я изложил, почему, да. И в этом плане, то есть с учетом того, что вот есть такой бэкграунд, что многие предусловия, по мнению некоторых экспертов, уже выполнены, есть, так скажем, хорошая почва для того, чтобы у Москвы что-то получилось в этом направлении. Ну, поживем и увидим, конечно, то есть что получится, что нет. Все-таки здесь мы не имеем дела с Турцией 2009 года. Сейчас Турция эрдогановская, Турция достаточно агрессивно настроенная. У него самой внутренние проблемы. Внутренняя проблема, агрессивно настроенная, достаточно непрогнозируемая в плане внешней политики. Сказать, что что-то можно договориваться с этой Турцией, и она будет выполнять все это строго, не имея противовеса такого в плане силы, мощи региональной, ну, это достаточно несерьезно. У меня последний вопрос касательно внутренних процессов в Армении. Как мы знаем, последние дни разные силы, внепарламентские силы, выходят на улицу с призывом и с требованием от правительства, от Николы Пашиняна, опубликовать тот документ, который он собирается подписать. Как, по-твоему, вот эти внутренние процессы, вот это недовольствие, которое может, кстати, перерасти во что-то еще больше, это укрепляет позиции Николы Пашиняна за столом переговоров или наоборот? Смотря, как будет это использовано. Но если этот внутренний процесс действительно будет очень мощным и сильным, его можно использовать так, как, вот, ребята, я не могу идти на реальные уступки, потому что у меня за пазухой там проблемы. А если это будет несерьезно, то есть там будет несколько тысяч максимум человек, то мы такие митинги уже видели после войны, и они ни на что не повлияли. Спасибо, Аршалусь. Будем ждать результатов встреч. Мы еще побеседуем. Напомню, это были итоги недели на канале Севилнет. Спасибо, Стелла. Спасибо. Спасибо.